Ковбуз? 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 Ковбуз, 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 ковбуз? Какой еще ковбуз? Что за ковбуз? Ковбуз? Это что за ковбуз? Слушай, а давай его заряжем сейчас, а? И посмотрим, какой он красивый внутри, а? Ну что, мой хороший? Пришел твой звездный час. Я тебя вырастил. 16 месяцев ты лежал. Грустил. Я на тебя смотрел. Смотрел. И наконец-то я решил. Зарезать тебя и посмотреть, и съесть. Дорогой ты мой ковбуз. Больно не будет, не бойся. Давай. Все арбузы. И ковбузы в том числе, когда-нибудь режут. Как ты, дорогой, извини, такова твоя судьба. Все, поехали. Режем. Вот так вот. Крепите голову, слушай. Так, так, так. Лежим, лежим, лежим. Хомостик такой. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Так, дорогой. Креп, молодец. Хомостик такой. Вот так вот. Вот так вот. Спасибо. Представляешь, после 16 месяцев хранения. Пахни, слушай. Тебя кушать можно вообще? Ты кто? Арбуз вообще или колбуз? Что ты, слушай? Пахнешь арбузом? Арбузом пахнешь точно. Что это такое вообще? Это что такое, дорогой, слушай? Я думал, ты арбуз, а ты колбуз, ёшкин кот. Друзья, как вы сами понимаете, это все была шутка. Сам посмеялся от души до слез. Но вот так вот выглядит ковбуз после 16 месяцев хранения. Если кто не знает, что такое ковбуз, внешне он похож на арбуз. Ковбуз это смесь арбуза и горбуза. На украинском горбуз, это на русском тыква. Вот и получилась смесь такая. Ковбуз. Его, эту ягодку, вывел украинский селекционер. Сейчас хочу ее попробовать. После 16 месяцев вообще она съедобная или нет? Украинский селекционер. Я забыл, как его имя, фамилия. Сейчас вспомню, скажу. Ну-ка. Слушайте, ну. На что похоже? Твердый. По твердости, как тыква. Сок с него еще вытекает. Но по вкусу не сладкий. По вкусу похоже больше, блин, на кабачок какой-то похоже. Хотя семечки у него, сейчас я покажу. Вот такие вот. Большие, черные. И, что самое интересное, как пишут источники. Да, он отличается своей лёжкостью. Естественно, естественно, когда он полежал, он уже, как видите, он уже становится такой вот пустотелый. Хотя, честно говоря, честно говоря, тут, как по мне, тут больше семян, чем самой мякоти. Ну и самое интересное, что пишут источники у этой ягодки, какие свойства, что она выводит из организма токсины и радионуклиды. Не знаю. Вот как по мне, после 16 месяцев хранения сырым его не поешь. Это вам не арбуз и не тыква сладкая. Но она не сгнила, ребята. Она жива, эта ягодка. В принципе, говорят, что с неё можно готовить оладьи или просто кусок отрезать, делать как бы такие в кляре отбивные. Не знаю. В общем, вот такая вот весёлая ягодка, ребята. Сейчас посмотрю, как называется автор. Вернее, не автор, а селекционер, учёный, украинский учёный, как его фамилия и имя. Итак, друзья, посмотрел я, как зовут автора, потому что забыл автора и селекционера, создавшего эту ягоду, Анатолий Иванович Потапальский. Ну, если я вас ещё не сильно утомил, хочу вам зачитать тут, в общем, некоторые полезные свойства этой ягоды. В общем, зачитываю с сайта agrostory.com Растение обладает мощным глистогонным и мочегонным эффектом. Кроме того, оно помогает при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и почек, способствует урегулированию обмена веществ, выводит из организма токсины и тяжёлые металлы. Врачи рекомендуют употреблять ковбуз людям с пониженной кислотностью, при гастрите желудка и атонии кишечника, а также при артритах и атеросклерозе. Хороший оздоровительный эффект это растение демонстрирует в качестве детского и диетического питания. Поэтому его рекомендуется употреблять в пищу при ожирении и проблемах с лишним весом. Ещё, что касательно полезных свойств этого растения. Благодаря наличию большого количества полезных веществ, ковбуз активно используется для профилактики и лечения многих заболеваний. Кроме того, на основе этого растения разрабатываются новые эффективные лекарства для лечения диабета и злокачественных опухолей. Плоды ковбуза являются мощным антиоксидантом и представляют собой эффективный радиопротектор, активно способствуя выводу из организма радионуклидов. В овощи содержатся витамины группы А, В, Е, С, П, П. Множество макро и микроэлементов, включая кальций, калий, магний, железо, а также большое количество клетчатки, пектинов, пищевых волокон, каротина, растительных белков и до 15% сахаров, преимущественно фруктозы. Ковбуз может быть полезным для абсолютно всех категорий населения, включая детей, беременных женщин, пожилых людей и элит, которые проживают в промышленных зонах с повышенным уровнем загрязнения. Вот так вот, друзья, в этой статье писалось, что можно готовить оладушки из этого овоща или ягоды, как хотите называйте, но я думаю, все-таки это ягода, если это арбуз, ведь это ягода, ну и ковбуз тоже ягода. Написание растения, ну в общем, оладушки и что вам еще, фантазика, как ваша подскажет. Ну естественно, когда он только сорванный, здесь вот эта вот вся часть, она заполнена мякотью, здесь просто уже оно все, как вы понимаете, со временем 16 месяцев все-таки прошло, оно все девапорировалось или как это, ну правильно, наверное, сказать, потеряло сочность и влагу, хотя вот по краям видно, видите, как блестит, вот это вот, это выделяется сок. Конечно же, если мы уберем сейчас, после 16 месяцев все семена и останется вот эта вот тоненькая часть, конечно же, из нее мало что можно сделать, ну я же все-таки что-то, что-то, наверное, попробую сделать, жалко все-таки выбрасывать. А семена оставлю на проращивание и попробую посадить следующей весной в 2022 году. Друзья, на этом у меня все. Мой юмористический ролик подошел к концу. Всем спасибо, кто посмеялся со мной от души, посмотрел, получил какие-то полезные знания, какую-то полезную информацию. ну не знания, а полезную информацию. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok